Книга «Открытым оком», том 2, тема «Работа», вопрос 845. С какой мыслью и словом давать милостыню? Что говорить, когда делаешь людям доброе дело? Чтобы это дело было для славы Божией, для Христа, а не для себя и тщеславия? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Самый простой способ выполнить эти условия – следовать предписанию Христа. Делать милостыню тайно. Матфея 6, 2. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. В большинстве случаев это невозможно, поэтому надо настроиться на то, чтобы делать ее тому, кто действительно в ней нуждается. Подробно об этом в нашей книге «К истинному православию» раздел о милостыне. Есть люди с парализованной волей, и они не хотят работать, а ждут, когда им положат в рот. Это все равно, что взять дополнительную баржу на абордаж и тащить ее за собой всю жизнь. Чего ради? Этим самым мы плодим паразитов на хлебников, не уважая их. Такого нужно расшевелить, подсказать, обличить и не давать ему, чтобы нужда чрева его заставила его трудиться. Мы сами плодим тунеядцев, подавая здоровому крепкому человеку на погибель и пропой. Здоровая крепкая южанка каждый день сидит с кучей ребятишек, как родильная машина, чтобы их кто-то кормил. Готовит новых чеченцев убивать русских недорослей. Почему? Они все могут работать, брать участки земли, объединиться в какое-то товарищество. Можем ли мы даже вообразить, чтобы заброшенные к нам несчастьем немцы вот так же протягивали руку на углах улиц? Уже через год-два на новом месте они начинают нам наступать на пятки? Пример. Сталин сдвинулся по Волжье, буквально обрек на скитание немецкую диаспору. Один из них, Эрлих Яков Севастьянович, жил через дорогу от нас по Теряевке. Его все звали Яшенька. Он научился говорить по-русски маломальски, сделался главным садовником в колхозе, главным пчеловодом и главным маркетантом, колоть и обделывать скотину, кастрировать скот и многое другое. Он воспитал пять сыновей и три дочери со своей женой Катериной. Их сын Артур, мой товарищ, дал мне первые уроки немецкого языка. Прекрасный и верный товарищ. Ныне переехал в Германию. Апостол Павел говорит просителям милостыни. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Он не сказал, что кто не хочет трудиться, то вы, добрые христиане, кормите такого, подавайте ему милостыню. У нежелающего работать есть одна льгота – легкий сон на пустой желудок. Но если человек действительно нуждается, и ты узнал о том, то поспеши к нему первым. И не просто дай копейку, но помоги ему с жильем, питанием, одеянием, работой, чтобы он мог обеспечить себя в дальнейшем сам. Цветает, товарищ, работать давай. Работы усиленной требует край. Работай руками, работай умом. Работай без устали ночью и днем. Не думай, что труд наш бесследно пройдет. Не бойся, что дум твоих мир не поймет. Работай лишь с пользой на ниве людей. Досей только честные мысли на ней. А там уж что будет, то будет пускай. Так ну же работать мы дружно давай. Работать руками, работать умом, работать без устали ночью и днем. Федоров Амулевский.